Выходим с площади Героев Гетто и пойдем прямо, как нам рассказали, 400 метров и будет фабрика Шиндлера. Кто не смотрел знаменитый фильм, шедевр, просто список Шиндлера, посмотрите обязательно. Такие дома красивые здесь просто, по пути. Что-то за улица. А, есть улица. Я тоже не вижу, что там. Хочешь, что я красю? Лерасик, не бачу. Непонятно, чего улица. Ну, хорошо, прохладненько уже, потому что так напекло голову. Все, идем вперед. Прошли мы туннель. Красивые здесь дома. И вот уже вроде фабрика Шиндлера. Давайте посмотрим. Может, я ошибаюсь. Ну, ресторан какой-то, не знаю. Может, еще дальше пройти надо. Да. Наверное, все-таки еще нет. Наташа там идет. Я иду здесь. Вы идете с нами. Наверное, еще все-таки пройти нужно. Да, сказал полукруг. Снова я подлетела. То есть, еще все-таки нужно пойти вперед. Ох, солнышко вышло. Припекло. Моссок что-то такое тоже было. Так я не знаю, что это. Тоже указывали. А, это музей. Это музей. Contemporary Art of Краков. Временного искусства в Кракове. Ага. Украинский флаг. Прекрасно. Идем дальше. А, вот уже, по-моему, да. Фабрика Шиндлера. О, появились такие каменные. Не знаю. Вот. Уже Гэйд Сити Тур. Трансфер-центр. Вот фабрика Шиндлера. А зайти туда можно? Или это просто показывается, какая она была? Здание показывается. Не понимаю, что пишешь, что по-польски. Здесь музей. Не музей, здесь какая-то уже как это сказать? Сувениры продаются. Фильм-кафе. Где-то шкод должен быть. Вот. Оскар Шиндлер. Человек, который спас много еврейских жизней. Очень много. Посмотрите фильм обязательно. Рекомендую. Вот, наверное, музей Кракова. Да, идем, конечно. Взошли сразу такие буклеты. Вот, билет стоит 28, да, Наташ? 29 на фабрику Шиндлера. 28. 28, да. Что-то я перепутала. 29. 28 билет стоит. Сувеник. Сувеник. Пока! ну вот такой музейный вот прям что сварять нужно давайте посмотрим что-то видите кажется что должно быть видно ага какие-то кадры действительно видно интересно что сидишь и смотришь не передвигает картинки здесь что класс да и здесь надписи что эти картинки значит узнаем старение на центр города кинотеатр а а И вот такая вот печать у меня такая же есть. Это последний день из 25, что ли, оставшийся до войны. Вот альбом. Вот эти вот многие фотографии я уже посмотрела в этих биноклях. Краков показан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то такое интересное? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лотерея. Я не знаю даже, лотерея на что. Древняя? Не трогайте лотереи. Господи, я надеюсь, не на расстрел лотерея это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Велосипед. Вообще прикольно тех времен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемоданчик какой. Как-то показывается, что поезд шумит. Да у меня как будто расстрел какой-то идет в голове. Пулеметный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох ты, елки-палки. Здесь прям как-то страшно вообще. Просто страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто звук послушайте, а так какой-то ужас. Кстати, вот те вот с печаткой такие штучки, это пропуск был фраков. Сейчас мы ящики почтовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно, я прям в каком-то ужасе. Там мне сестра рекомендовала поехать в Освенцов на экскурсию. Я сказала, нет. Достаточно было фотографий, видео, которые я видела. И вообще всего, что сейчас происходит с моей страной, с Украиной. И тут вот реально такой какой-то ужас непередаваемый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все евреи в какую-то другую сторону, или что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушайте, у меня снова какая-то пещера страха, только не гробницы, которые были повестными, замки и весь ужас, который был в войну просто. Что за стул такой? Грузовик, который возил людей. Ну ничего такого нет, я приподняла, вроде ничего нет. Да, сейчас голова точно закружится. Вот эти же печати, наверное эти же, сейчас посмотрим, нет, другие уже вроде как. Что это 1 сентября 40-го года, выходить в город, давайте кладем сюда. Вот такая печать, для выхода в город. Эти вращения, наверное, чтобы сделать еще страшнее от музея, но честно, куда уж страшнее-то. Продолжение следует... Да, ему такое страшное нравится. Какие-то представления, чудо-выставления. Ёлки-палки. Какие стены холодные, тут таким холодом веет, такой кирпич. Жесть. Жертвы гестапо, ля-ля-ля. Политические активисты. Что это за номера, еще непонятно. 66. Должно быть больше, по идее. Большой музей. Почему-то, я думала, он меньше. Очень большой. Народ, я, конечно, не рекомендую к посещению, но он очень страшный. Кстати, обращаем внимание на плитку. Сначала я вообще не обратила внимание. Ну да, еще и плитку страшную сделали. Ну, вообще, конечно, музей просто создан так четко, чтобы передать все, что было. А вот, смотрите, еще сигаретный мокс, сделанный из человеческой кожи. Какая, блин, прелесть. Народ, из человеческой кожи. Да, это пипец. Народ, в этот музей только у кого крепкие нервы, честно. Так, а здесь какое число у нас? Интересно уже. А, это мы идем прям по годам. А это уже 20 марта 41-го. А, не так я всовываю. Кстати, вот же. Сова, импечатка, шлепчик. Вот оно какое. Ага, еврейская звезда. Плохо пропечатанная. В списке. Нет, города, по-моему. Это что такое? Награбленное, что с собой утаскивали гитлеровцы? Ага, то, что было у евреев, да? Улицы все. Наверное, где это все происходило. И звуки, постоянные звуки трамваев, выстрелов. Ну, просто, блин, страшно, народ. Сейчас зайдем где-то. Елки-палки. Сейчас как-то лучше стало видно. Да, музей как-то выполнил реально такой, в жестокой реальности. Ух ты, елки-палки. Как кусочки неба, за которым свобода. Как копать или что? Что копать, господи, могилу? Не знаю. Ууааааау. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот вещи, как я понимаю. Вещи евреев, которые бросали. Елки, как же это все страшно. Капец. Наташа, что это? Есть предположение? Я не знаю. Ковш, которым засыпали. Могилы, что-то. Ключи, крестик, пенсне, подковка какая-то. Так достоверненько звуки сделают. Такие страшные звуки были только где? В музее в Стамбуле. Да, только в Украине это не музей, а настоящая война. Могилы. На полемет Дегтярева, кажется. Наверное, где люди жили. Какой ужас. Точно, что Гитлер. Смерть скосует. Ну вот конец выставки уже. Тут, наверное, слова какие-то, выражения людей, которые были здесь. Вот, смотри, вот здесь съедал свою полностью сковную пурцу хлеба. Лепил одну шахматную фигурку. Когда он закончил, у нас было что-то, которое отвлекало от мрачных мыслей. Короче, как люди выжили в этом ужасе, кто выжил. Запах сигарет, читаю, что-то еще. Вот, у нас появилось хоть какое-то развлечение, которое отвлекало от мрачных мыслей. Вот, нашла эту фразу. Так, хотим монетку себе на память. Много золотых монеток, таких там и папа римский, что-то еще. Но вот я хочу именно фабрику Шиндлера. Именно вот это вот. Не знаю, как оно сделается. Наташа отсчитывает. А как 10 крон нам положить вот сюда вот? Ну вот, принимать петерик, это это... О, есть у нас мелочь? 8, 9... Сейчас, подожди, у меня какая-то мелочь была. А крона есть? Да, держи. Вот она, у меня мелочь про это. Бери. Так мне единичка нужна. Сейчас, наверное, посмотрим, как оно сделает нам монетку. А это что такое? Единичка. Правильно? Не знаю, давай пробуем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Угу. А что делать? Вставлять. А куда? Не знаю, давай попробуем сюда. Будем звать на помощь, если что. Так, и что? Так, давай, раз. Так. О, уже показывает, кредит 5 крон. Монетка уже прям прилетела. Даже не верится. Класс. Вот она. Это хоть? Да. Фабрика Шиндлера. Класс. Вот такой у меня сувенир теперь есть. Либо вот, 4, фабрика Шиндлера. Здесь еще есть музей и кофеек. Вот, вышла уже на улицу. Там, кажется, еще одна выставка, но, честно, мне уже хватит. Народ, что я могу сказать? Опять-таки, если есть время и крепкие нервы, стоит посетить и фильм посмотрите обязательно. А так, конечно, все это навело грусть и тоску. Но мы надеемся и верим, что скоро мы увидим, Украина будет свободная и наступит мир во всем мире. Слава Украине! Слава Украине!